Добрый день, мои любимые, уважаемые подписчики, кто еще смотрит меня и любители мафии. Так как вышла новая игра, не всегда есть новые секреты, о которых еще никому не известно. Ну и самые главные два вопроса сегодняшнего видеоролика. Первое. Где скачать Mafia 2 бесплатно, без смс, чтобы не платить 2000 рублей? Ответ. Нигде. Ну и второй вопрос. Какие же секреты томит в себе обновленная версия Mafia Definitive Edition? И первое, что мы сегодня разберем, это секретные автомобили, которые поставляет нам Лука Бертони. Самое забавное, что Лука Бертони же говорил, что мы можем приезжать к нему в любое время и он нам будет давать машины. Но я ни разу не видел, чтобы ни один стример заезжал к нему и не брал. Поэтому эта информация будет актуальной. Сегодня я вам покажу 4 или 5 автомобилей, которые я смог найти в мафии, которые являются секретными, быстрыми, красивыми и вообще огонь. Поэтому, ребята, напишите комментарий, лайк, дизлайк. Это все равно продвигает хоть как-то видеоролик. Главное, сделайте какое-нибудь действие. Мне будет очень приятно, я вам скажу спасибо. Ну и давайте-ка мы начнем. Получить мы эти автомобили можем, если мы в любое время, даже во время миссии, приедем к Луки Бертони. И начнем с ним диалог. Все, что мне передают, написано вон там. Парни сливают мне информацию, а я делюсь ею с тобой. Тот выигрыш реально помог мне встать на ноги, Томка. И это он имеет в виду, что на доске отображены открытки. И именно эти открытки будут подсказкой тем местам, где находятся автомобили. Поэтому, чтобы не ломать вам голову, где искать эти автомобили, я просто покажу их местонахождение. Но это интересно поискать так самому через открыточки. Конечно, можете сами попробовать, или можете посмотреть этот видеоролик и увидеть первый автомобиль, за которым мы отправляемся. За первым автомобилем, которым мы будем отправляться по открытке, это Траутенберг. Одна из таких знаменитых машин, благодаря которой мы в первой мафии грабили банк с поле. Здесь она сделана в качестве секретной машины, и она находится возле мотеля Корлеоне, но она находится со стороны берега вот такого большого гаражика. Заходим в дверь, и перед тем, конечно, как сюда отправляться, возьмите с собой что-нибудь тяжелое. Дробовик, Томпсон, ну или какой-нибудь пистолет, чтобы уничтожать данные ящики. Уничтожаем ящики, пробираемся дальше, и мы видим этот самый Траутенберг. Но, чтобы, конечно, нам выехать, нам необходимо повернуть все три рычага несколько раз, потому что Томми будет терять сознание, и, соответственно, вы никак тогда не сможете выехать. Три раза по три рычага нажимаем, напряжение ломает двери гаража, и они открываются. И вы можете колесить на этом Траутенберге, где только угодно. И эта машина у вас автоматически добавляется в гараж, и вы можете как и на миссии, так и в режиме свободной прогулки кататься на нем и наслаждаться. Следующая машина — это пасхалка, также к первой мафии. В режиме большая прогулка экстрим. Была такая миссия, где нам надо было отбиваться от снайперов, и вы получали такую машину, как Манта. И, соответственно, здесь она в качестве секретной, и находится она вот по этим координатам. Далее вы забираетесь по ящикам и бегаете по лабиринту, пока не дойдете до гаража. А там ничего сложного. Открываете гараж, вам пишется открыто секретное транспортное средство, и также оно добавляется вам в гараж, и вы колесите по городу на миссиях, если вы, конечно, проходите, или просто катаетесь в режиме большая прогулка. После того, как вы нашли Манту или какую-то другую машину, самое время нам найти гоночный болид. И самое главное, он находится в самом почти видном месте, и там даже ничего не нужно сделать такого сложного, а просто открыть гараж. А самое главное, он находится по этим координатам на центральном острове. Как только вы подъезжаете, ничего сложного. Открываете гараж, забираете гоночный болид, и теперь вас никто не догонит, даже никакая полиция Лост Хевена. Ну и это еще не все. Следующая машина находится в самом бесячем квартале, который меня бесил в первой мафии, но здесь он сделан идеально, потому что теперь ты до него доезжаешь не за 20 минут, а за 5 минут. Да и вообще напишите в комментариях, какой вам район в мафии больше всего понравился, или нравился в первой части. Мне, к примеру, в новой части мне очень понравился Чайна Таун и Маленькая Италия, и, конечно же, Бич Хилл. Может быть, вам что-то запомнилось такое тоже? Пишите, я все почитаю. И следующая машина, конечно, находится в квартале миллионеров. Причем та самая машина, которую кто-то любит, а кто-то ненавидит. Это Лоситер Аполлеон. Все, что нам нужно сделать, это подъехать к гаражу, открыть гараж и увидеть мужика с ножом. Подраться с ним, забрать автомобиль и уже ехать туда, куда глаза ваши глядят. Ну и это еще не все. Ну и, конечно, самая изюминка на торте, последний автомобиль, который мы должны найти, находится за городом. По этим координатам. Да, добираться туда, конечно, далеко, но зато вы можете также насладиться прорисовкой, отрисовкой, да и вообще, в принципе, как выглядит сельская местность в Mafia Definitive Edition. Как только мы подъезжаем по той самой открытке к месту, где хранится последний наш секретный автомобиль, подходим также к гаражу, забираем его и все. Вы имеете самый быстрый гоночный болид, который, наверное, существует в Mafia и гоняетесь в сюжетке, в большой прогулке. Она тоже, кстати, интересная, я немножко покатал. Ну и все, это здорово. И когда вы уже выполните весь список автомобилей, которые найдете, приходите к Луке Бертоне, он вам скажет вот такую фразу. Это и есть все те секретные автомобили, которые вы можете найти как в миссиях, так и просто в большой прогулке. Если вам видеоролик понравился, поставьте лайк, если не понравился, дизлайк, если понравился, напишите комментарий лучше, если не понравилось, то говно. Ну, хоть что-то сделайте. Спасибо большое за просмотр, удачи тебе и до скорых-скорых встреч.